Все, что я могу сделать, это приветствовать вас. Я очень рад видеть вас здесь, в этой церкви. Знаете, я прочитаю два места священного Писания, и потом все служение будет передано вам. Мы уважаем вас, желаем послушать, что Господь имеет для нас сегодня сказать. И вот, что однажды сказал Иисус. Луки 10 глава, 21 стих говорит. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл сие младенцев». Вот как счастливы мы сегодня, что Господь открыл это, не каким-то только мудрым, знаете, и мудрым тоже иногда Господь открывает, но в основном младенцам открывается, совершенно простым людям, как мы с вами. И знаете, вот это благословение, чтобы понимать, что сегодня нужно быть в Доме Господнем. А Давид когда-то говорил, «Возрадовался я, когда мне сказали, что пойдем в Дом Господень». Знаете, и вы правильно и разумно сделали, что находитесь в Доме Божьем. А это Господь открывает тем, которые любят Его. Поэтому пусть Господь благословит вас сегодня обильно. Мы будем славить нашего Господа. Псалом 1 говорит, что в 166-м Псаломе говорит, «Хвалите Господа все народы». Мы включены туда же. «Прославляйте Его все племена, ибо велика милость всего к нам, и истина Господня вовек». Аллилуйя! Я вам, братья и сестры, я вас всех приветствую в любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Нам очень приятно быть здесь. Мы у вас в гостях. Мы были уже здесь несколько раз, и хотим здесь послужить всем коллективом. Слава Богу, что вы нас принимаете теплым, и мы хотим дать вам тоже благословение через песнопение, через молитву, через проповедь Слова Божьего. Открывайте ваши сердца перед Господом, и Он наполнит вас, пусть Духом Супременем. Мы хотим вам спеть, вместе с вами спеть языка песен, хвалы, и кому тяжело стоять, вы можете присаживаться, особенно пожилые люди, кто может оставаться, оставайтесь на ваших ногах, и мы будем ставить Господа. Аллилуйя! Аминь! Ты, Отца, живое слово, Ты начало всех ночам, Просит звуку и солнце, Ты, Задумал, и сердца. На земле, во небесах, и все то море мы стоим, а теке и горе зоны, море правости не пьет. Ты, Песня, в небесах, Ты, Песня, в небесах, Ты, Господи, царь, Мой мир любит, Точит во всех земли. Хор и ангела восстанет, Прежде ты не шел спасать, Без радости небесной Ты на крест зашел стопать. Ты горил, голодный Бог, Слово полный удашел, Слово павец разогнает, Тихого, как умеряй. Ты, Господи, всему живого, Ты, Господи, царь, царь, И твой имя не звучит Во всей земле. С воскресанием приума, С смертью смерти победит. Сойдет небо, но поправуй, Эли нас освободи. И теперь ты, наш заслуги, И, Господи, всему живого, Ты, Господи, царь, царь, И твой имя не звучит Во всей земле. Ты, Господи, всему живого, Ты, Господи, царь, царь, И, Господи, всему живую, И, Господи, всему живого, И, Господи, всему свой eme. Слава Богу, братья и сестры. Мы хотим с вами спеть еще один псалом. Вы все его знаете, это из песка возрождения. Твердо я верю, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать. Как же приятно им обладать. Слава Господу. Богу я верю, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать. Как же приятно им обладать. Вечер я буду без торжества. 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 Бог растир я буду без торжества. Вечер 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 я буду без торжества. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 я значил на своем саду, и он говорится о Христе, о Кресте Иисуса Христа. И хочу зачитать каждую строчек, каждую куплету, который говорится о Кресте. Потому что, почему о Кресте? На Кресте совершилось очень важное. Там совершилось спасение тебя, меня, и там Иисус Христос победил мир, победил грех, победил сатану. Моя цена в любви святой на Кресте, и кровью, что милась ручьем на Кресте. Но слышу в вечности слова со Креста, хвалиться буду лишь Христом на Кресте. Цена оплачена Христом на Кресте. Аллилуйя. Я значил не самим собой, и сила, и не красотой. Моя цена в любви святой на Кресте. Цена в любви святой на Кресте. Иисусом наслаждаюсь, драгоценный, Он источник мой. Я Ему лишь повлияю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Цена в любви святой на Кресте. Я не болю святой на Кресте. Я не болю святой на Кресте. Иисусом наслаждаюсь, драгоценный, Он источник мой. Иисусом наслаждаюсь, драгоценный, Он источник мой. Иисусом наслаждаюсь, драгоценный, Он источник мой. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Иисусом наслаждаюсь, драгоценный, Он источник мой. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Я Ему лишь поверяю, душа побоится лишь Христом на Кресте. Субтитры подогнал «Симон» 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 Разлетает моря, если хочет Стоп огня, сила Духа Святого Разрушает любые оковы Нас ведет от нас дорога Истинна и жизнь от Бога Мы, рожденные в пустыне Расслабляем небо, ребят Стоп огня нас ведет среди ночи Разлетает моря, если хочет Стоп огня, сила Духа Святого Разрушает любые оковы Стоп огня нас ведет среди ночи Разлетает моря, если хочет Стоп огня, сила Духа Святого Разрушает любые оковы Стоп огня Мир, любовь и благодать всем любящим Господа По-зовому сегодня приятно быть в Доме Божием Я не знаю, как вы, но сидя в зале, стоя, поклоняясь Господу Мы реально переживаем сегодня вместе с вами благодать Божию Духом Святым сегодня Господь присутствует здесь И вот это вот служение, хвалы и поклонения Оно по-настоящему создает прекрасный филиан божественного присутствия на этом месте Как хорошо, друзья мои, что мы можем наслаждаться Господом Предстоя пред лицом Его торжествовать в имени Иисуса Христа Благословлять Его И какая радость, какая отрада, какое дуновение Духа Святого приходит Когда ты открываешь свои уста Открываешь свое сердце И становишься поклонником в Доме Божием Оставляя всю суету Оставляя проблемы, переживания, горести Жизненные какие-то неудачи И ты концентрируешь свое внимание на Господе Аллилуйя Мы поклоняемся Господу, Который в нерукотворенных храмах живет И написано, что Бог Духом Святым поселился куда? Давайте громче, куда Бог поселился? В наши сердца, аллилуйя Если Бог сегодня живет в нас Значит отношение у нас с Богом гораздо ближе, чем нам кажется Нам не нужно далеко идти, далеко ехать Нам нужно просто заглянуть вглубь нашего сердца И там, где Господь в Духе, Духом Святым пребывает Начать поклоняться Ему Пришло время настоящих поклонников, дорогие мои Людей, которые будут, несмотря на жизненные обстоятельства Несмотря на сколько они богаты, бедны Насколько все слаживается хорошо или плохо Вне зависимости от того, где они проживают, в каких социальных условиях находятся Бог находит поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и в Истине на всяком месте И пусть сатана нас, дорогие мои, не обманет Пусть он нас не остановит Порою так происходит, и это печально Я думаю, каждый из нас где-то переживает Что какие-то обстоятельства случаются И мы умолкаем, мы унываем Мы огорчаемся, мы обижаемся И мы перестрелим славу Бога Это самая худшая ошибка, которую можно допустить Потому что Бога славить нужно всегда, везде и на всяком месте Ибо благ Господь и вовек милость Его Потому что Господь достоин всей славы Нет никого более возвышенного, чем наш Господь Нет никого более сильного, более мудрого, более могущественного, чем наш Господь Он создал время, но вне времени живет Он ограничил нас временем, но сам находится вне времени и контролирует все Если чего-то нам непонятно Если с чем-то у нас есть вопросы У Господа все абсолютно понятно И у него нет никаких вопросов Потому что он разрешает любые проблемы Он развязывает любые морские узлы Что бы ни произошло в нашей жизни Бог силен развязать Бог силен восстановить Бог силен исцелить И именно сегодня я хочу говорить о Божьей силе О Божьей власти О Божьем могуществе И тема моей сегодняшней проповеди Она Как-то я думал Как ее назвать И Прочитавши текст Священного Писания Я понял, что вполне будет уместно ее назвать По-английски мне нравится Звучит God of War Господь войны Вы скажете Что общего Что общего У Бога с войной Бог всегда за мир Безусловно Но апостол Павел говорит о том Чтобы вы понимали Что наша брань Не против начальств властей Мироправителей Этого мира Но против начальств властей Мироправителей Того мира Духовного мира Против духов злобы Поднебесной Мы находимся в конфронтации Со злом С нечестью С беззаконием Которое насаждает дьявол На этой земле И Господь говорит о том Что он никогда Ни за что Ни при каких обстоятельствах Не готов смириться С тем, что происходит Он Бог Бог войны Который стоит За правосудие Который стоит За порядок Который стоит За основы Своего Библейского Права Установленного Бог Соделал нас Своими Служителями Своими Учениками Но он Соделал нас Также Своими Воинами Людьми Которые Готовы Были бы Пойти Готовы были бы Отстоять И защитить Библейскую И евангельскую Истину Мы сегодня Здесь с вами Сидим По одной простой Причине Потому что В свое время Ветераны Веры Пронесли Эту веру И знамя Любви Подняли Высоко И в трудностях И в испытаниях И в гонениях Оказали верность И стойкость Перед Господом И эстафету Веры Передали Для каждого Из нас Как приятно Осознавать Что Большинство Из нас С молоком Матери Переняли веру Потому что Мы были рождены В вере Мы воспитывались В вере И эта вера Она насаждалась Для нас Это милость Нашего Господа Иисуса Христа Сегодня я хочу Обратиться К тексту Священного Писания Это будет Вторая книга Паралипоменон И в основании Своей проповеди Зачитаю 20 глава Вторая книга Паралипоменон Нужно хорошо Знать русский язык Чтобы выговорить Это слово Молодежь Паралипоменон Если сказать Не повторяю Вот Зачитываю И сказал он Слушайте все Иудеи И жители Иерусалима И царь Иосифа Так говорит Господь К вам Не бойтесь И не ужасайтесь Множество Сего Великого Ибо Не ваша Война А Божия Дорогие Как важно Для нас Понять Что когда Что-то С нами Происходит Когда мы Проходим Через Испытания Когда мы Проходим Через долины Тени смертной В этом Малейшее Обстоятельство Происходит И человек Начинает Паниковать Начинает Метаться Суетиться Страх Целиком и Полностью Поглощает И в этом Страхе Человек Ничего Не верит Он становится Просто Знаете Как Дэзи У него Все мутно В глазах Мутно В голове И теряется Чувство Реальности Потому что Страх Парализует Наши мысли Он парализует Наше полноценное Осознание Того Что вообще Происходит На самом деле Бог Зная Это Говорит Не бойтесь И не Ужасайтесь Потому что Бояться Это Свойственно Нашей Человеческой Природе Час Чаще Всего Страх Приходит К нам Когда у Нас Нету Должного Соответствующего Осознания Того Что С нами Бог Когда Нам Кажется Что Бог Где-то Далеко В Неприступном Свете И кто Его Знает Где Он И Мы Не Уверены Слышит Лего Нас И Как Нему Достучаться Воззови Ко мне И я Отвечу Тебе И покажу Тебе Великая И Недоступная Воззови Понуждайся Прими Меня Вожелай Вожелай Меня Вот Вот Такая Формула Когда Мы Хотим Близости С Господом Бог Ненавидит Страх Потому Что Страх И Вера Они Не Могут Существовать Вместе Там Где Страх Там Нет Веры Для Того Чтобы Пришла Вера Должен Уйти Страх Потому Что Вера Побеждает Страх Дорогие Мои Давайте Не Позволять Дьяволу Атаковать Нас Настолько Чтобы Мы Были Парализованы Страхом Потому Что Это Самая Первая Функция Страха Он Лишает Человека Силы Говорит Так Я Так Боялся Что Аж Ноги Тряслись И Ноги Подкашиваются И Нет Сил Не Говорит Нейти Почему Часто Когда Приходит Страх Даже Для Оратора Голос Теряется Надо Пить Что-то Запивать И Получается Такая Такой Дискомфорт Приходит Что У страха Настолько Глаза Велики И Настолько Страх Имеет Различные Функции И Такое Пагубное Влияние Что Можно Было Об этом Очень Долго Говорить Но Хочу Сказать Что Что Страх По Своей Сути Это Ложная Вера Вера Во все Негативная Вера В нехорошее Когда Мы боимся Мы значит Верим В то что Что-то Будет Происходить Но это Не та Вера Которую Мы должны Иметь Потому Вера Которая От Бога Она Имеет Страх Но Имеет Страх Божий И Сказал Он Слушайте Все Иудеи И жители Иерусалима И царь Иосифат Так Говорит Господь Вам Не Бойтесь И не Ужасайтесь Множество Всего Великого Когда Господь Что-то Говорит Он Не просто Говорит Чтобы Сказать Я Вас Утешаю Вы Не Бойтесь Но В целом Как Будет Так Будет Посмотрим Не Бойтесь Не Ужасайтесь Почему Ибо Не Ваша Война А Божия Ибо Не Ваша Война А Божия Что бы Не Происходило С нами На сегодняшний День Давайте В духовном Мире Про Возгласим И скажем Это Не Мои Проблемы Это Проблемы Которые Бог Допустил И Теперь Это Это Не Только Моя Проблема Это Божия Проблема Которую Бог Хочет Разрешить Которую Бог Хочет Помочь Я Задумался Почему Вообще Приходят Проблемы Суть Бог Дает Маленькие Проблемки Для Нас Чтобы Мы Разрешали Разберись Разберись На местном Уровне Но Когда Бог Посылает Проблемы Побольше Бог Ясно Дает Понять Ты С Проблемы Не Преодолеть И Когда Бог Посылает Большие Проблемы Бог Сразу Дает Знать Без Меня Тебе Не Обойтись Я Нужен Тебе У Нас Есть Такая Тенденция Все Решать Самих И Потому Что Мы Справляемся С Маленькими Проблемами Временами Бог Посылает Нам Большие Для Того Чтобы Мы Понуждались Нем И Сказали Господь Я Ничего Не Знаю Я Вообще Ничего Не Понимаю Я Не Знаю Что Мне Дальше Делать И Когда Мы Не Знаем Что Делать И У Нем Нем Понимание Куда И Что Предпринимать И Как Делать Дальнейшие Шаги Господь Говорит Вот Именно Поэтому Я И Есть Потому Что Я Хочу Тебя Путеводить Я Хочу Тебя Направить Я Хочу Тебя Наставить Для Того Чтобы Могла Явиться Моя Слава Когда Все Вообще Происходит Очень Закономерно Когда Ничего По-особому Не Нарушает Нашего Покоя Соразмеренная Не Импульсивная Тихая Спокойная Жизнь Мы Благодарны Богу Но Никакого Вследства Эмоций Нет Хорошо В принципе Флова Господа Но Когда Бог Создает Обстоятельства В которых Мы Оказываемся В кричащей Нужде Когда Мы Понимаем Что Только Бог В состоянии Помочь И Только Бог В состоянии Выйти Нам Навстречу Когда Жизни Наших Родных Близких Оказывается На Грани И Мы Молясь Преклоняя Колени Вопьем Господу О милости И Господь Эту Милость Оказывает Что Происходит Какой Всплеск Эмоций Какая Хвала Какая Благодарность Господу И Мы Говорим Господь Ты Велик Ты Велик Ты Превознесен Во веки Милость Твоя Ты Благий И Любящий Бог Потому Что Эти Обстоятельства Заставили Нас Посмотреть Иначе На Бога И Увидеть В Обстоятельствах Величие Славу И Могущество Божие Если бы Ничего Не происходило С нами В жизни Надо Так И думать Бог Есть Бог Да Он Великий Да Он Славный Ну Насколько Славный Только Один Бог Знает Но Если Бог Дает Нам Переживать Его Славу Когда Мы Молимся И Наши Молитвы Отвечены Когда Бог Восполняет Нужды Когда Бог Являет Свою Милость Мы В личной Жизни Убеждаемся В Мудрости В Величии Могуществе Бога Мы Тогда Понимаем Насколько Великий Благ Господь Только За последнее Время В нашей Церкви Были Были Такие Обстоятельства Когда Мы Просто Из Потустороннего Мира Вытягивали Молитвами Наших Близких Когда Только Божья Милость Могла Могла Оставить Жизнь И Это Произошло И Бог Явил Милость Бог Вышел На Помощь И Бог Явил Свою Славу Я Знаю Что Это Не Было Напрасно Потому Что Когда Приходит Божья Милость Это Манифест Божественной Силы Это Манифест Божественной Славы И Из И Из И 38 Глава Давайте Прочитаем 23 Стих И Покажу Мое Величие И Святость Мою И Явлю Себя Пред Глазами Многих Народов И Узнают Что Я Господь Бог Говорит Я Покажу Своё Величие Бог Показывает Своё Величие Бог Показывает Свою Славу Самых Неприятных Пагубных Ненастных Обстоятельствах Нашей Жизни Давайте Не будем Бояться Давайте Будем Вполне Доверять Господу Во всех Обстоятельствах Жизни Зная Что Он Борется За нас Зная Что Он На нашей Стороне И Писание Говорит Если Бог За вас Кто Будет Против Вас А Врагов Ваших Не бойтесь Потому Что Страх Будет Предзнаменованием Погибели Для них Мы Должны Церковь Божия Вселять Страх Страх Во врага Не Враг Вселять Страх В нас А мы Должны Вселять Страх Для наших Врагов Не Должно Быть Никакого Страха Давайте Гнать Его Прочь Из Нашей Жизни Пусть Бог Разрушит Твердыню Страха Сомнения Неверия Во имя Иисуса Христа В нашей Жизни Пусть Бог Удалит Всякое Недоверие Всякое Сомнение Нам Не Безизвестны Планы И Умыслы Диавол Приходят Обстоятельства Когда Мы Сидим И думаем Господи А подено ли А действительно Ли Что-то Может Произойти А действительно Ли Ты Сказал И мы Начинаем Где-то Сомневаться Это все Старо Как Мир Бытие 3 1 Ничего Нового Нету Именно Поэтому Писание Призывает Нас Вникайте В себя И В учении Занимайтесь Этим Постоянно Потому Что Через Это Вам Откроется Все Хитрые Замыслы Диавола Которые Диавол Имеет Против Нас Змей Был Хитрее Всех Зверей Полевых Которых Создал Господь Бог И Сказал Змей Женет Подлинно Ли Сказал Бог Вот Эта Фраза Подлинно Ли Сказал Бог Не Нужно Сомневаться В Божьем Авторитете Бог Достаточно Проявил Свои силы Своей власти Своего величия На этой земле И Когда Войско Египетское Преследовало Народ Израильский Казалось бы Конец Казалось бы Безысходность Все Мы Погибли Но Бог Говорит Я На Вашей Стороне Я Воюю За Вас Это Моя Битва Это Не Ваша Битва Это Моя Битва И Бог Разверз Черное Море И Они Прошли Через Море Как По Суще И Враги Были Потоплены Водою Какая Величественная Необъяснимая Неописуемая Господня Сила Потому Что Для Него Нет Ничего Невозможного Он Победил На Кресте Он Властно Подверг Диавола Позору Восторже Сувал Над Ним Отнявши Ключи Ада И Смерти Освободивши Нас От Закона Греха И Смерти Ведшего Нас Возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа Бог Победил На Кресте И Показал Кто Есть Кто Он Сказал Я Есть Царь И Я Царствую И Вся Слава Принадлежит Мне По Праву Только Мне Бог Призывает Нас И Показывает Нам На То Что Вся Слава Принадлежит Только Ему Давайте Перестанем Беспокоиться Терзаться Ужасаться И Позволим Возложить На Бога Все Наши Заботы Целиком И Полностью Возложить На Него Знаете Когда мы Вполне Доверяемся Богу И Когда наша Вера На Должном Месте Это Когда У нас Есть Проблемы Нерешимые Сложные Поршие Проблемы Мы Помним О Них Но Не Паникуем Но Не Ужасаемся Не Терзаемся А Позволяем Богу Разрешать Эти Проблемы Когда Мы Помним Но Мы Не Парализованы Мы Не Скованы Мы Не Раздавлены Гнетом Наших Обстоятельств Это Доверие Богу Но Когда Происходит Обратное Когда Мы В шоке Когда Мы Начинаем Паниковать Предпринимать Какие-то Хаотичные Непонятные Действия Мы Заходим В тупик Безысходность Это Признак Отсутствия Веры И Самое Худшее Что Тогда Мы Начинаем Роптать Господи А за Что Это А почему Так Я Что Хуже Всех Господь Я Вообще Ничего Не Понимаю Я Не 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 С С Этим Мы Начинаем Ворчать Роптать Негодовать И Все Это Признак Отсутствие Должной Верии Потому Что Когда Ты Веришь Богу Вполне Ты Доверяешь Ему Хочу Вам Сказать Это Не Так Просто Это Нелегко Довериться Богу Целиком И Полностью Это Нелегко Позволить Позволить Богу Взять Наши Обстоятельства Чтобы Бог Что То Делать Это Нужно Передоверить Свои Проблемы Ему Сказать Господи Все Мои Проблемы Это Теперь Все Твои Проблемы Я доверяю Их Тебе Я позволяю Чтобы Ты Разрешил Каким Образом Это Происходит С Учетом Определенных Обстоятельств Бог Говорит Ты Хочешь Чтобы Я Разрешил Твои Проблемы Замечательно Но Тебе Нужно Молиться О том Чтобы Я Дал Тебе Правильное Понимание Чтобы Я Дал Тебе Правильную Стратегию Для Того Как Как Выйти Из Данного Положения Хочу Сказать Что Во всех Обстоятельствах Когда Народ Божий Оказывался В самых Отчаянных Безысходных Обстоятельствах Бог Всегда Давал Нужное Слово Для Своего Народа Для Своих Детей Сам Господь Обращается Через Пророка Божия И Говорит Не Ваша Война А Война Божия Но На этом Ничего Не Закончилось Это Только Было Начало Царь Ясапат Оказался В Очень Сложном Положении Войска Многочисленные Наближаются И Их Насколько Много Не Счесть И Он Понимает Что У него Нету Силы Противостоять Ему Нищем Особо Выступить Он Понимает Что Он В Полной Безысходности И Написано Так Вторая Парагинон Двадцатая Глава С Пятого Стиха И стал Ясапат В собрании Иудеев И Иерусалим Лям В доме Господнем Пред Новым Двором И Сказал Господи Боже Отцом Нашим Не Ты Лебок На Небе И Ты Бладычествуешь Над всеми Царствами Народов И В твоей Руке Сила И Крепость И Никто Не Устоит Против Тебя И Сказано Что И Убоялся Ясапат И Обратил Лицо Своё Взыскать Господа И Объявил Пост По всей Земле Дорогие Нам Нужно Сближаться С ним Пост Молитва Смирение Перед Господом Богом Делает Невероятные Вещи И Даже Когда Они Были В Посте Когда Они Были В Молитве Бог Сказал Что Это Не Ваша Война Теперь А Моя Я Буду Бороться За Вас Я Стану Гарантом Вашей Безопасности Сам Бог Сказал И Встали Левиты И Голосом Весьма Гром Скажите Насколько Легко Когда Вы В Панике Когда Вы Разочарованы Разбиты Когда Ваши Руки Опустились Или Когда Вы В Безысходности Вы Не Видите Выхода Вам Очень Тяжело Морально Душевно Эмоционально Насколько Легко Начать Громко Славословить И Прославлять Имя Боже Очень Нелегко Потому Что Хочется Кричать Богу Господи Помоги И Больше Слов Нет Но Выступили Мужики Афовы И Начали Говорить Господь Ты Благ Ты Праведен Ты Свят Славословить Хвалить Благословлять Имя Божия За Этим Дальше И Особар Написано И Совещался Он С народом И Поставил Певцов Господу Чтобы Они В Благолепии Святыни Выступая Впереди Вооруженных Славословили И говорили Славьте Господа Ибо Вовек Милосибух Предпринимают Совершенно Необъяснимую Небоинственную Тактику Вместо Элитных Вооруженных Войск Каких-то Самых Передовых Продвинутых Воинов Ставят Певцов Спереди И Эти Певцы Были Вдохновлены Я думаю Иосифатом Людьми Знающими Господа И было Им сказано Мы будем Славить Хвалить Превозносить Имя Господа Славьте Господа Ибо Он Благ Ибо Вовек Милость Его И Они Продолжали Славословить И Превозносить Имя Божие Славословие Хвала И Поклонение Разбивает Проблемы И Любые Горы Ненастья Развеивают Тучи Которые Нависли Над Нам Это Дорогие Мои Формулы Ветхозаветная Формула Для нас Хвала Прославление И Поклонение Богу Делает Невероятные Чудеса Следующий Стих Что же Делает Господь Когда мы Заняты Хвалою Господу Тогда Бог Приходит В движение Божия Власть Высвобождается Бог Посылает Ангелов Затем Чтобы Заступиться За нас Бог Начинает Являть Своё Могущество Свою Силу И Свою Славу И Написано И В то Время Как Они Стали Восклицать И Славословить Господь Возбудил Несогласие Между Аммонитянами Моамитянами На иуде И Были Они Поражены Ничего Особенного Народ Божий Не Делал С Их С 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 Сказал Что Это Не Ваша Война Вы Посмотрите Что Я С С Делаю И Народ Божий Только Наблюдал Как Эти Многочисленные Войска Начали Истреблять Друг Друга И Когда Все Войска Разбежались И Практически Все Были Само Уничтожены Три Дня Народ Божий Расхищал И И У Nobody Настолько Что Они Они Не могли всего унести это происходит тогда когда бог заступает наши жизненные битвы определяются нашим не стоит роптать как когда нам приходится быть на поле брать наши жизненные битвы определяются нашей предначертанной бога если бог предначертал нам большими значит у нас большое будущее значит когда мы окажемся верными в этих сражениях бог определил для нас что-то значимое значит у нас будет большое свидетельство огромный опыт и переживание силы божьей которая будет позади как огромный багаж опыт нажитый в духовных битвах в духовных сражениях это то что будет делать нас всегда сильными это будет делать наше слово весомым можно много говорить о господи но если у вас нет ничего личного что сделал в вашей жизни ваши слова это так сказать теория но когда у вас есть свидетельство божьей славы лично свидетельство божьей славы вашей жизни тогда люди слушая вас будут ощущать как мурашки и будут чувствовать этот человек он не просто понаслышке знает бога а бог его жизни реально и это то что хочет делать бог чтобы мы реально пережили чтобы вы переходя от веры в веру просто становились сильнее наша судьба предначерта на богом и написано так что бог не позволит нам быть искушаемым и сверх силы но при искушении даст и облегчение то что мы проходим сегодня это наш жизненный путь который предначерта только для нас и а в этих из искушениях жизненных испытаниях и трудностях нам нужно найти свою свою форму свою стратегию борьбы противостояния когда мы молимся смотрите бог дал ответ для иосафата и он поставил певцов которые воспевали славу богу они обратились господу вес народ в посте и молитве бог вышел на встречу есть определенные вещи которые бог хочет сказать для каждого из нас в определенных жизненных обстоятельствах и для этого нам нужно его услышать это говорит о близких очень важных отношениях с богом я буду заканчивать но хочу сказать одну вещь что в самых страшных самых тяжких жизненных обстоятельствах нам нужно совершенно полагаться на божественную благодать и нет ничего более лучшего более верного более правильного как взыскать господа смириться перед ним и приходить и приходить к нему в молитве с просьбой с нуждой со смирением с открытым искренним сердцем потому что бог он был слышащий но еще что гораздо важнее гораздо важнее молитвы церковь услышите меня пожалуйста еще что-то гораздо важнее это поклонение помолиться у нас хватает веры потому что когда нам сложно тяжело трудно мы кричим бог потому что имеем крик души внутри но поклоняться богу это значит наслаждаться его присутствие его прикосновения его благодатью чувствовать когда господь рядом когда тяжело поклоняться богом наслаждаться ним это другой уровень на который бог хочет нас вывести чтобы что бы ни было через какие трудности мы не проходили вы могли наслаждаться бог убегает в башню правильный и безопасный господь наша башня и когда мы убегаем и наслаждаемся им приходит высвобождение божественной силы божественной власти бог разрешает проблемы бог развязывает узлы он дает выход и указывает чистый прозрачный путь по которому мы могли бы идти давайте мы преклоним наши колени воздадим искренне славу нашему господу и позволил нашу битва богу сражаться за нас а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Важно ли для нас знать время? И для того, чтобы как-то суммировать одно слово, которое было предложено, что Господь всегда за нас, что Господь всегда помогает нам в нашей жизни, я приведу один мой любимый стих. Этим стихом мотивирую прежде всего себя. И когда мы приходим в пятницу на молитву, чаще всего я, ну как, звать людей, чтобы доверились Господу. Поэтому этот стих будет соединять две темы и о времени, и о том, что Господь за нас в нашей битве. Народ, надейся на Господа во всякое время. Бог нам прибежит. Этот стих для всякого времени. Этот стих для каждого человека, кто только любит Господа. Что интересно, поддержка у слова, которое было сказано, Господня война всегда совершенно не такая, какой бы сражались люди. Захочет, будут падать дерева. Вы знаете, поражать людей. Захочет, будут падать камни. Тоже. Захочет, как было сказано. Вы слышали, что случилось. Несогласие произошло. Захочет, вода захлопнется вдруг мгновенно, и никто не сможет избежать. У Бога столько много методов. И даже мощные стены Иерихона. Они же, ну разруйте их, пожалуйста. Обходили и пели. Вот это воины. И Бог сделал свою великую, чудесную работу. Да и в нашей жизни, мне нет просто времени, я бы мог вам рассказать, не один мой жизненный пример, семейный, как сильно вступался Господь. И понятно, я бы таким образом явно не действовал. Но все работало быстро, все работало благословенно. Что мне еще нравится. И если только мы в этом нуждаемся. Бог никогда и ничего не делает, не открыв своей тайны и рабам своим пророкам. Вы нуждаетесь, вы попали в проблему, откроет Господь. Ночью может вам сказать, днем голос услышите, пророка может послать. А может даже, вы не знаете, как поступить. И я знаю много примеров. Один пример. Всего. Зима. Холод. Больница далеко. Врачей нету. Медсестер нету. Ромин многодетная семья. Очень плохо. Родить не может. И умирает. Мама умирает. А что делать отцу? Господи, а что же им тут помогут? Да я никогда его даже не видел толком, как бы. Это здесь много что знают. Пошел в зал, знаете, как это приняло у нас на Украине, в Белоруссии. На столе, как правило, всех христиан лежала Библия. Господи, скажи мне что-то. Утверди мое сердце. Приходит, открывает руда. Просто в Библии. Доведу ли я до родов? И не дам ли родить? Господи, слава тебе! Павел на колени, бежит к живет. Но ведь Бог не сказал, что он тебе поможет. Как? Вот прочитал ей. Помолились. Дали славу Господу, как было сказано. Впереди идет хвала. А дальше? А дальше Господь совершает свою великую, чудесную работу. Время. Друзья, дорогие, мы находимся в очень опасное время. И кто сегодня внимательно наблюдает, я не хочу сказать, чтобы, ну, как-то вас обратить, чтобы там очень много в новостях разбирались. Но, наверное, многие заметили, в нынешнее время оно очень сложно и тяжело. Идет раздел. Пытаются делить части суши, чтобы как можно иметь влияние. Вы наблюдаете это, я понимаю. Идет она не совсем открытая. Но война идет, о чем было сказано впереди. У нас есть христианская война, но в мире есть война. Они борются за сушу, а нам оно практически, я скажу вам, простите, даром, не надо. Потому что Господь приготовил и новую землю, и Бог приготовил новое небо, и Бог приготовил свой чудесный город, и там уже все устроено, и даже не дома, а не хижины, а обители. В доме Отца моего обителей много. Слово много, я могу вам объяснить, как. Хватит всем, спасибо, Сережа. Хватит всем однозначно чудесный, прекрасный, великий год. Итак, римлянам, это основной стих будет римлянам 13.11. Мы прочитаем следующее. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться. Нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Наблюдать время. Время многие наблюдают и по-своему. Кто-то очень сильно вращается, кто-то очень сильно развлекается, кто-то очень много отдыхает и ничем особо не занят. Все ведут себя по-разному. Но нам, как христианам, Библия предписывает и говорит. Если вы хотите быть Божьим царством и его славе, наблюдайте время. Наблюдайте. Тем более для нас, когда было писано тогда время, то сейчас нам спасение уже, ой-ой, как очень, так и близко. Намного, намного, намного ближе. Вся жизнь наша, это сплошное время. И поэтому попробуйте хоть один день выйти из времени, вы много и будете терять. Потому что все, что куда-то не успел, то опоздал. И что интересно, говорят так, цена времени, цена времени очень большая. Ну, говорят так, спросите о цене времени у того, кто опоздал на поезд. Вот, говорил, на Украине. А следующий будет идти через 5 часов. А еще и билеты будут идти. А если на самолет, ну, в Америке проще, можно лететь следующий. Но еще есть проблема. Иногда вам дают полет с двумя-тремя пересадками. Вы опоздали на один. Дальше опоздали на второй. Точно. А на третий еще. Вы уже никуда. Если очень спешили и правильно было рассчитано время, вы не успеваете, теряете. Но как важно нам не потерять время. Библия говорит, всему свое время и время всякой вещи под небом. Итак, у Бога, как Валерий говорил, все реализовано. Все продумано. Все работает. Движется и существует. Нам не надо переживать за солнце. Опоздает ли, не опоздает. Нам не надо регулировать его святий сильнее или слабее. Бог обеспокоен и дождем, и ветром, и солнцем, и всем необходимым. И так есть время. И от нас тоже. У Бога интересно, что Божье время, оно от нас совершенно не зависит. Ну, кто скажет, а время рождаться. Ну, распределите, пожалуйста, время. А время умерять. А кто знает об этом? А никто ничего не знает. Мы молимся Господу и доверяемся Ему. Время любить. Время ожидать. Время терпеть. Время искать. Время отдыхать. Время работать. Время наслаждаться. И всему время, 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 время. Время идти в Дом Божий. Нам, Библия говорит, чтобы мы не оставляли нашего служения. Уже некоторых людей еще в то время, знаете, что получилось? Обычай. Уже обычай сложился, что можно иногда и не идти в Дом Божий. А такое время, как время лету, зимы, осени, весны. Скажите, а от кого все это зависит? Это же Господь все. Он сказал, да коли вот будет Земля существовать, то будет все это будет. А дальше, как Валерий говорил, интересно кто? Мы живем без времени, а мы еще во времени. Поэтому нам надо время наблюдать. Евгезиапсо 8.5. Сердце мудрого знает и время, и устало. Это же как надо нам быть, стараться быть мудрым. Но мудрым никто так крепко не рождается. Есть, да, такие заумные дети. Но мудрость, значит, она как бы движется, развивается. А после идут такие умные, хорошие, благословенные учения, высказывания. Это запоминают люди и с этим движутся. Нас часто всего этого не хватает. Поэтому помните, Давид молился, наверное, нам все очень-таки присуще сказать так. Сердце мудрое сотворило мне Божие. И дух правый обновил внутри меня. Господи, дай мне мудрости, видит, знать, распознавать. Потому что мудрость знает время. Мудрость чувствует время. Мудрость, особенно сходящая свыше. Она от Господа. Она действительно может помочь нам в жизни нашей. Поэтому очень важно дорожить временем. Дорожить временем почему? Потому что дни лукавые. Ох, какое сложное время, если живем мы. Как много всего, что отвлекает нас, наших детей. Как много всего, что работает против нас. И как бы звучит, а что ж ты, Аня, какая-то война. А посмотрите теперь на улице, смотрите. Посмотрите, как себя ведут люди. Посмотрите, как их интересы отстаивают. Уже и не папа, и не мама многим хочется. Все по-другому. Кажется, раньше такого нет. Но, послушайте, и раньше было. Вот почему города пострадали. Потерялись вообще. Потому что Господь пришел. И более того, в самом начале Библии, думал, Валерий будет читать этот стих. А я процедирую его. Что было, то и есть. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Прямо цикли, как погода, как природа. Как вот мода движется. Время от времени, как бы все возвращается. Все возвращается и возвращается. Слово Господне очень озабочено. И работали для нас, чтобы нам знать наше время. Тем более, апостол Павел, когда писал Тимофею, он писал следующее. Последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут, нет времени, целый перечень, какие будут люди. И для того, чтобы исправить эту негативщину, в другую сторону, Библия говорит, нам надо наблюдать. Нам надо быть внимательны. Не потеряться в этом времени, распознать это время, видеть и наблюдать. Что говорит Библия? Мы часто говорим, вот сложно там успеть. Я помню, в Белоруссии еще, ну и даже в Украине жили, и соседи говорят. Как вы успеваете? В среду идут служения, в субботу идут служения, в воскресенье вообще. Никто не работает в служении, огороды вот один к другому. Как вы успеваете? А Библия говорит, и во всем, что не будет делать, успеет, даст Господь успех, и сохранит, и благословит. Правда. Разные времена, как Валерий говорил, то Библия говорит, мы на все должны наблюдать. Конечно, слава Богу давать всегда, потому что он достоин хвалы. Но Евгезиас написал так, в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй, то и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И так мы видим, нашего места, если говорить, какого-то влияния, практически вы ничего не найдете. Ну, подкрикивали, ну, говорили там кто-то, да я вам скажу, жизнь человеческая, как трава. А знаете, как мы поем песню, когда провожаем? Только ветер подует, и его уже нет. Я помню, когда работал в скорой помощи, много дискуссировали, я один был верующий, и говорили, где Бог? И один лёг на пушетку, каждый раз кроватки были свои, и говорит, так я ж как Бог. Делаю, как хочу. Живу, как хочу. Никаких проблем. А ты, грубёжка, думай. Что вы думаете? Я не знаю почему. Не пытайтесь даже, говорите. Два дня прошло на третий, тот здоровяк. Не вышел на работу, звонил. Жена отвечает. А Василий уже подошёл. Крепко и с силами он говорил, в здоровом духе здоровый дух. Бодрый дух. В здоровом теле здоровый дух. Сегодня здоров. А чуть позже ветер, потом, всё заканчивается очень быстро. А наша жизнь на земле, чтобы нам себя приготовить, побеспокоится, да. Я скажу вам, мы очень сильно беспокоили о наших детях, о наших внуках, о наших семьях. А кто о них заботит, заботит. И так из рода, из рода в род. И действительно очень хорошо, если мы занимаемся этим. Битие 19. 15. Нет, даже, наверное, времени читать, но очень коротко сделаю вступление. А когда взошла заря, ангели начали торопить Лот. Вы помните, как всё произошло? Ангелы начали торопить Лот. Лот же, как и всеми людьми во времени. Я, правда, не совсем понимаю. Мне кажется, всё-таки Авраам сделал некую ошибку, что взял своего племянника. Ну, что я не нахожу, чтобы и его надо было бы брать. Но взял-то взял. И помните, проблемы были, нехорошие разговоры были. И Бог сказал Аврааму как, что домов он жить, но строить не может. Он должен жить в шатрах. Ран следовал этому правилу. И вот жив в шатрах. И распогатели, и раздлилились. И помните, он говорил так. До Содома. До Содома. До Содома. Но это до Содома было до времени. Слышите? Это всё о времени. И вот мы читаем. Лот, как богатый именитый человек, поселился в Содоме. И достиг определенной высоты. И Лот уже сидит впереди. В воротах. С начальствующими городом. А город разуратный. Бог уже на него смотрит, смотрит, смотрит. Я тоже не совсем понимаю слово, которое сказано в Новом Завете. Ибо Лот, живя в Содоме, мучился в праведной душе своей. Я не понимаю. Ну, если так мучился, ну, кажется, так а что ж там жить? Так выходи из этого города. Но, я заметил одну деталь интересную. Бог очень сильно озабочен тем, кто любит Господа. Хоть и мучается, может быть, и неправильно. И по милости вы можете найти. Из-за молитвы его дяди Абрама приходят ангелы и торопят Лота время. А Лот не понимает. А Лот не сильно то спешит, он не совсем понял. Он не торопится. Ведь впереди великая опасность. А даже то, что произошло. Помните, ангелы заступились. Забрали его. Дочери живы. Мама, окей, сам не пострадал. Но ангелы беспокоят. Вы знаете, когда наша духовная чувствительность, скажем по-другому, зрение нарушается, начинаем, наверное, за то, что посидел в воротах этого города, и что-то произошло. Итак, Бог торопит городу скоро, придет конец. Ангелы его беспокоят. Ангелы его выводят. Грех жителей дошел до Господа. И они посланы истребить этот город. Итак, милость Господня, милость Божия спасла Лота. Скажем для начала, спасла его жену, спасла его дочери. У него были зятя. Зятя не поверили. Думали, что шутит. Но нет, тут не шутка. Спасайтесь быстро на гору. Условие. Не оглядывайся. Никто не может оглянуться. Я вам скажу. А для нас это условие как бы есть или нет? А скажу, есть. Если мы, живя в этой жизни, будем много оглядываться туда-назад, мы многое потеряем. Недавно я слушал проповедь одного из братьев и услышал следующее выражение. Молодые люди живут в будущем. Средние люди живут в настоящем. А пожилые люди живут в прошлом. Часто вспоминают. Вот и отец мне говорил. Ну что с вами? Вот тогда, вот в наше время. Тогда. Ваше время. Но мы-то живем в наше время. Время меняется. Погода меняется. Одежда меняется. Ну, все как бы движется. Правда, Илья остается на этаже. И она хочет, чтобы мы держались Божьего Слова и ходили пред Господа. Итак, лот спасается. Дочери спасаются, а жена оглянулась и осталась. Я переживаю. Как бы нам не оглянуться. Как бы нам не пожалеть всего этого. Хотя Илья говорит, и мы знаем, что в тот новый город, и там что все приготовлено, ничего из нашего запаса нам не надо. Посему это давно сказал себе, своей семье, и теперь говорю и вам. Знайте, что все, что мы имеем в этой жизни, нам дал Бог попользоваться как кредит на очень короткое время. И Библия же говорит и открывает. И все вроде видят. И не видят. Нам говорит, я пришел в этот мир. Точно так и возвращусь. В русском обычае еще руки так высоко. Ну, все видят, наблюдают. Ничего нету. Абсолютно ничего нету. Ничего не взятое для нас. С собой. Итак, время пробудится от сна. Мы можем в руле засыпать и как-то себя хорошо чувствовать. И какие-то сны интересные сняться. Но послушайте. Как бы не опоздать. Как бы не пропустить. Наше время запасать масло. Богатеть добрыми делами. Быть щедрыми и общительными. Но без времени же это не сделаешь. Любая жертва, если хотите знать. Она чего-то стоит. Ну, нельзя просто так. Если вы ничего не почувствовали. Если вам ничуть как бы не жалко. Но вы понимаете, я понятно. Оно бы мне пригодилось. Но я хочу послушать. Пусть даже будет мне меньше. Но во имя Господа, имя Его, да будет возвеличено и прославлено. Второе. Иванин нам говорит, это во времени. Только чтобы мы, Галатом 2.10, помнили нищих. Что и старался я исполнять в точности. Помнить нищих. Молиться, благословлять. И я вижу, что многие по-своему. Кто-то финансами. Кто-то собирает много посылок. Жертвует свое время. И свои финансы туда вложить. Потому что для того, чтобы переслать. Тоже идут очень большие затраты. Смотрите. Чтобы кто не воздавал кому злом за злом. Но всегда. Ищите добра. Друг другу и всем. Смотрите. Старайтесь жить мирно. Много раз повторяю. Еще раз скажу вам. Всем приходится. А мне точно. Ищите мира. И стремитесь к нему. Нет ничего ценнее в этом мире для нас. Они же спасения дают. Но без мира вы спасения не получите. Только в Божьем мире есть спасение. Божий мир совершенный мир. Который поможет нам пройти все трудности. Все три. Все переживания. Было время сложное. Очень коротко. Саула. Ослицы пропали. Пошел. Интересно. Бог ему выщевал. Что встретятся тебе два человека. И скажут. Нашлись ослицы. Три человека встретят тебя. Которые будут идти в эфир. А после говорят ему. Ты встретишь по урокам. Они будут пророчествовать. И ты будешь пророчествовать. А после. Он был помазан царей. Выше всех прятался. А после нашлись. Написывали негодные люди. Слышите ко всем. И говорили. А ему ли царство? Что интересно. Когда у человека мир. Когда у человека божественная мудрость. Саул как бы этого всего что. Не замечал. После он заветил. Он себе памятник поставил. После он не знал что делать. Жертвы начал приносить. А ему Саул сказал. Надо ожидать. Семь дней. Так вот послушайте. Что интересно. В первом случае. Ангелы Господни торопили Лота. А он не спешил. А в втором случае. Беда. Вот война. О чем было сказано. Приходит. А этот человек поспешил. Так вот почему я сегодня обращаюсь к вам с таким словом. Это же для нас очень важно. Знать время. Чтобы и что? И не поспешить. И не опоздать. В силу свое время. И время всякой вещи во небо. Для нас надо терпеть. Для нас надо подождать. Для нас надо надеяться на Господа. 1 Петра 1.17. Со страхами третьего. Проводите время с расслаблением вашего. Сильно рассоряться не приходится. Я вам скажу. Слава Богу, что мы оказались в этой стране. И кто-то много. Кто-то не очень много. Меня в июле было 18 лет. 18 лет. Ешь что хочешь. 18 лет. Пей какой ты хочешь напиток. Еды полный достаток. Изобилия. Земля, молока и мёда. Но у меня вопрос. Может быть кто-то из вас знает ответ. Дайте поднимите вашу руку. Как долго все это будет? И никто не знает. Пару дней дайте какого-то бедствия в эту страну. Вы видите. Как в Украине. В России и в Беларуси. Магазины будут пустые. Уже вы видели даже такое. Вот только чуть-чуть там случилось. Смотрим и стало. Они дай бог пожарили. Ещё что-то взорвалось. Компьютеры отключились. Всё нарушаете. Поэтому что для нас? Чтобы мы со страхом проводили наше время. Смиритесь против Господа. И вознесёт в нас своё время. Каждому из нас есть своё время. Очень часто мне даже в церкви говорят. Слушай. Ну а почему ей или ему можно? Мы никогда не можем. Так часто говорят. И ему нельзя. Но если в эстерике он всегда сидит на третьей скамейке сзади. Ну куда бы я уже чуть-чуть там. Но если вы пришли на сцену, ну так понятно совершенно другие понимания мы применяем. Все хотят мириться, никому не проверяйтесь. Нас Господь создал индивидуальными. И он хочет нас, чтобы мы следовали правильно за нашего Господа. Иеремия 46-17. А там кричат. Духару. И царь Египта случился. Почему произошло? Написано ниже там запомните нету времени 46-17. Иеремий. Не узнал времени. А время ждать распознать. Слудился. Мощная такая, можно сказать, страна. Тоже пара разрушилась и по семье не может восстановиться. А фараон допустил, пропустил даже скажу, условленное время. А надо было его распознать. Может быть, распознать. Совершенно провел бы иначе. Времена трудные у нас тоже к нам приходят. И еще будут проходить. И было время. У Давида было очень сложное время. Народ плакал. И знаете как плакал? Он уже плакал так, что не стало силы плакать. Все. И на него как бы. Все на него. Но что интересно читать. А Давид. Что сделать? А Давид укрепился надеждой. Ага. И когда укрепился, еще победы нет. Уже пришел Господь. Не потерялся во время. Не растерялся, что ему делать. Поэтому имя нашего Господа да будет возречено и прославлено. Я ему говорю, чтобы намолиться Господу Богу нашему. Христос. Как мы справляемся в целом этим. И мы же сами себе оцениваем, правильно или неправильно. Когда смотреть на масштаб всего мира, то Библия нам говорит так. Дети. Последнее время. И вот в это последнее время нам очень-очень важно доверяться Господу и молиться Ему. Было и время. Не так много было часов. Не так много знали время. Просыпались по пению петухов. Петухи много поют вот на рассвете. И когда мы читаем Исайи 21 написан. Помните, я кричал их сторожа. Он стоит, он в обществе. И сторож же не спит. Сторож! Скажи! Сколько времени? Знаете, что мы видим? Близится утро, но еще ночь. Дорогие друзья, скажу вам утро. Божьего, пришествия на эту землю очень близко. И Дух Божий беспокоит вас и меня, в том числе, чтобы нам быть готовы встречать. Последнее. Двенадцать девок вы решили встречать. Но не все сумели не успеть. Я бы не хотел быть на стороне опоздавших. Поэтому хочу прочитать следующее. 1 Иерусалимийцам 5.49. Но вы, братья, не во тьме. Братья, сестры, дорогие, да мы не во тьме. Мы видим Божий свет. Господь как-то время народ израильский написал. Ибо облако Господнее стояло над стене ее днем. И огонь был в них. Ночью во все путешествие их. Кто-то скажет. Ну, так это ж народ израильский Бог так вел. А нам сейчас? Я вам скажу. В наше время при чтении, при Библии, при интернете столько проповедей, столько много знаний. Ноль. Умножилось знаний, правда? Умножилось. Свет Господень светит нам и днем, и ночь. Облако Господне нас накрывает, если только мы готовы принимать Его славу. Поэтому, еще раз суммируя все вместе, говорит о времени, о том, что много экзаменов в нашей жизни. Цитирую один еврейский стих, который говорит так. Готов себе нужное для переселения. Не приземляйтесь так, чтобы было сложно оторваться, а после бежать и оглядываться. Если услышим голос Господня, а Библия говорит нам, отцы Магину знают голос своего пастыря. Как бы было бы хорошо, если бы этот голос мы все распознали, и фуршрут действительно были уверены сто процентов. Это и он у нас. Народ, выходи. Время, может быть, и надо будет и с этой стороны выйти. Я доверяю или не доверяю, я не знаю. Но было сказано. Вы пришли в эту землю, не с пустыми руками. И я, в том числе, нашественные привезли 12 сумок. Самые лучшие забрали. Что маловажные насажили. Так, или раздали даже там. А может быть, нам придется выйти. Вообще, очень быстро, как семейство Лота. Богатый человек, сидел в воротах, полный достаток, прекрасный дом. А вышел ни с чем. И отверг, знаете, один человек рассуждал одинокий. Человека одинокий. И другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А трудам его нет конца. И око его не насыщается богатством. Он себе задает вопрос. Так для кого же я дружусь? И лишая души мне блага. Хоть и будет помнить это. Все земное пройдет. Вечное, доброе, благословенное, святое, мирное. Оно будет со всеми нами. Добре дела. И следуй за нами. Пусть Бог нас всех обидал. Благословие. Аминь. Аминь. Давайте по вопросу. Аминь. ПЕСНЯ 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 Слово можно душу искалечить, Слово можно раду исцелить. Тяжкий груз недобрых слов на плечи, Берегитесь, лишнего свалить. Я смотрю на луч цветы, победы, Как прекрасный скучный прав покров. Научи нас Бог дарить бутылки, Состоящие из бурых добрых слов. Я смотрю на луч цветы, победы, Как прекрасный скучный прав покров. Научи нас Бог дарить бутылки, Состоящие из бурых добрых слов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok